КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Майерс идея. Старина, нам можно сейчас смотреть, эээ... Мистер Мичурин? Можна. Я Мичурин. Что? Вы Мичурин? Мистер Майерс, он Мичурин сам. Не Мистер Джон Мичурин. Возьмите эти пакеты, пожалуйста. Дай их здесь, для Бога. Мистер Мичурин, ради Бога, извините. Это все ваша власть, дамитая. Я удачу тебя. Мистер Берт говорит, что это очень оригинально. Он тоже любил носить чемоданы. Он был чемоданщик. Он с этого начал карьеру. Да, это очень похвально. Майерс? Профессор Майерс, директор института земледелия. Это этапная джаба, да? Очень приятно. Мистер Берд. Берд. Мистер Берд, богатейший человек Америки. И с дымом он уходит. Я пришел особенно... Мистер Майерс специально приехал в Бамз Америки. В каюте первого класса на лучшем пароходе Делюкс. Да, это очень похвально. Прошу вас, господа, моя жена. Александра Васильевна, мой лучший помощник. Мистер Майерс в восторге вообще. Берд. Волласс Берд. Мистер Берд. Мистер Берд. Аккуратно, мой лучший, Митчурен. Мистер Майерс в восторге вообще. Мистер Берд. интересуется, не живет ли здесь поблизости другой мистер Мичурен? Не знаю, не слыхал. Yes, that's Mичурен, all right. I don't see anything resembling a garden here. Why, I think this must be it. That's no garden. Мистер Берд интересуется, этот дворик и есть тот сад, ради которого мистер Берд приехал из Америки, у вас есть другой, большой сад. Большой? А почему большой? Вы приехали смотреть мой сад. Прошу вас. Садю. Садю. Благодарю. Видите мне, голову ничего не понимать. Через случайные происшествия. Что случилось? Неожиданное известие. Приехал чиновник особых поручений от губернатора с правительственной наградой. Угадай, кому? Мичурину. Как вы? Ничего. Нет, это не возможно. Нет, погодите, погодите, погодите. Какие образы это? Какие образы? Как это моя группа? За особые заслуги в деле садоводства. Господа, подождите, подождите, позвольте. Этого быть не может. Это какая-то ошибка. Я понимаю, господа, от сад купца Филиппова. Или сад француза Дюльне. Ну, наконец, сад отца Христофора. Как ведь это же сады. Завидуете? Так я вам вот что скажу. К нему едут из Америки два или три американца. Да что вы говорите. Ученые, да. Подождите, подождите, господи. Семенович, разрешите доложить, они уже приехали. Кто? Иностранцы. Да где же они? Они поехали к Мичурину, весь город шумит. Семенович, что же вы молчите? Ведь надо же что-то делать. Полюбуйтесь. Фиалковая лилия, уникум. Сколько мир существует, люди не знали запаха лилии. Лилии не пахнут, или пахнут гнилью. А вот понюхайте. О, он правил! И это фиаловая лилия. Да, это целая эпопея. Я вывел ее из желтой и шарлаховой лилии. Гибриды первого и второго поколения были желтые. А вот в третьем поколении появились отдельные лиловые экземпляры. Пыльца черная. И как видите, запах. Четыре новых признака. У предков этих признаков не было и в скрытом состоянии. Это, господа, новое качество, опровергающее закон Менделя. Это сложно переводить. Он разрушает Менделя права. Менделя права? Да, закон Менделя не объясняет развитие плодовых. А я начал заниматься лепкой нового растения. Пользуясь неустойчивостью и податливостью молодых растений, я направляю его движение, формирую качество. Мистер Митчурин, это не ваш масштаб. Ваше место в Америке. В Америке. А почему в Америке? Иван Владимирович. Подожди, помолчи. Мистер Митчурин, подумайте. Нет, я останусь здесь, пока не выйдет по-моему. Что вы имеете в виду, мистер Митчурин? Самое главное. Продвинуть подоносящий мир до севера. Мистер Митчурин, я еще раз предлагаю ваше место в Америке. Я покупаю все это. Все это мы покружаем в садик, двор, на пароход в Америку. Я гарантирую, 8000 в год. Лаборатарии и 100 ассистментов. Я гарантирую 8000 долларов в год. Лабораторий и 100 помощников. Нет. Если вам жалко расставаться с этим пейзажем, я вам делаю в Америке точно такой же пейзаж. Вы не знаете, что вы стоите. Вы золотой человек. Я русский человек. Нет таких ни денег, ни пароходов, которые могли бы увезти меня из моей родины. He says he doesn't want to. He says he's a Russian and no money will buy him. It's worth it, мистер Митчурин. Мистер Митчурин, это стоит? Нет, это не тот разговор, господа. Нет, нет. Приезжайте через 20 лет, будет виднее. Здравствуйте, господин Митчурин. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? В Уранске. Из Сибири. С Дальнего Востока. Вот вам письмо от господина Куруша. Спасибо. Саша, вот дорогой гость. Лесницкий. Федор, примите семена. Вот миндаль. Монгольский бобовник. Бобовник, дорогой, мы мечтаем. Планы у меня насчет него огромные. Таёжная груша, китайская яблоня, орехи. Спасибо. Актиниди, лимонник. Лимонник. Виноград от Худякова. Благодарю. Саша, вот богатство. Спасибо. Господин Митчурин, приезжайте к нам на Дальний. Вот где ваше царство, вот где могущество. Там, может быть, все лекарства мира, а красота какая. Только вот настоящего, нашего фруктового дерева, господин Митчурин, там нету. Все, что завозили отсюда из Украины, не климатизируется, мерзнет. А климатизировать, господа, надо уметь. Опустились руки. Но я прочитал вашу статью и говорю садоводам, будут сады на Дальнем Востоке. Милые мои, обязательно в Сибири будут. Дай бог. Только вот суровая у нас природа. Жестокая природа. Господа, условимся, природа ни жестока, ни добра. Закон ее безличный. Для нее змея, ли, царь, полу, холерная бацилла одна цена. Мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее, вот задача. Вы сейчас увидите, так сказать, дерево в лабораторном виде. Вы увидите, что у меня получается из крымского кандиль-синапа и Китай. Что-то чарующее есть в форме, в прочности и в окраске плода. Поверьте ли, без волнения даже не могу подойти к нему. Сейчас вы их увидите. Сибири, без волнения даже не могу подойти к нему. Сибири, без волнения даже не могу подойти к нему. Замолчать! Не кричите за ребенка. Не разбойник! Помолчи. Пойдем чай пить. Бить не буду. Пойдем, пойдем. Ну иди же, иди. Эх, напрасно бы, Иван Владимирович, в Америку не согласились. А я бы от этих дьяволов не только что в Америку, в Японию уехал бы. Не твое дело. Да не мое, конечно. А жаль. Козлоевы все бы от зависти лопнули. Во субботу, ах, день не на... Певец! Петь! Певец! Ну что за доказание, Господь? Не ходи, не стучи, не дыши, не пой. Ну не было такого уговора. Страну ругают. Иностранцы, ответить нечего. Не пой. Прошу тебя. А почему не петь? Радоваться надо всему дому и ликовать, Иван Владимирович. Возвеличили вы наш град Козлов. Александра Васильевна с кавалером от царской милости орденов. Спасибо, батюшка. Кто там? Отец Христофор. Отец Христофор. А что надо отцу Христофору? Насчет часов. Не лгите. Часы ваши будут готовы через два дня, вы это знаете. Ну, допустим, просто зашел. Попы просто не заходят. Никого не крестим, не хороним. Подслуживать зашли, и отец Христофор разведывает. Ну, ибо. Я пришел объясниться. Объясниться? Скажите, какая сложная натура. Отец Христофор. Не смейтесь, Иван Владимирович, не смейтесь. 25 лет тому назад был я не отец Христофор, а обыкновенный семинарист. А сейчас вы обыкновенный поп. Подвольте, не совсем, не совсем. Да, так вот, окончил учение, веровал, молился и возделывал свой сад. Ну, вот прочел я господина Дарвина, и вера моя пролетела в трубу. Мир стоит без Бога. А вам надо было служить. Место занять. Учиться лень. В акцизники идти не хотелось. Поверьте, не совсем, не совсем. Да, и вот однажды прочитал я Грегора Менделя, который скрещивал... Который скрещивал зеленый и желтый горох и доказал, что наследственное начало непостижимо и не поддается никаким воздействиям. Ну, дальше. Ну, и вот сажаю и убеждаюсь, что пристаки действительно проявляются у потомства в неизменном виде. И каждый год у грядки утверждается вера моя в Бога. А почему Бог у вас каждую зиму сад вымораживает? Климат. Климат. Умственная лень и косность, а не климат. А почему у меня не вымораживает? Почему? Вот, смотрите. Видите? Персик. Ну? Так вот он будет у меня расти под тамбом. Персик? Под тамбом? Каким образом? Беру монгольский бабовник и скрещиваю его с южным персиком. И потом, когда я увижу... Это блуд, а не персик. Полтавня. Иван Владимирович, не гостюрствуйте. Не превращайте Божьего сада в дом терпимости. Темнота. Не искушайте меня. Высмейсь. Вы развращаете народ? Александр Васильевич Терентьевич. О, я вижу вас. Вижу, кто движет вашей рукой, чтобы осквернить Господню землю при чистую матерь всего живущего. Подождите, мыслитель. Уж если вы заговорили о земле, так позвольте вам заметить, что в жизни растений земной шар играет скорее роль отца, а не мать. Как отца? А кто ж тогда мать? Внешняя среда природы вот кто. Она настоящая мать-воспитательница. Понимать надо. Надо иметь фантазию. Позвольте, позвольте. Позвольте. Не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Не перебивайте. Я вам говорю. Не перебивайте меня. Ничего вы в природе не понимаете? Или лжете? Ну, знаете, пускай я не понимаю, но я скажу вам, это так же нелепо, бессмысленно и греховно, как если бы в животном царстве спаривать собаку со щукой. Хорошее сравнение. Только по существу этого не с вами мне разговаривать. Ах, вот как. Да. Вот сделаю новое персиковое дерево и напишу в Академию наук. Ну, это дело не Академии наук, а Святейшего Сино, да. Саша, ты слышишь? Понимаю. Так, знаете, я тоже напишу в Святейший Сино. Что вы напишите? Я напишу, что вы в Бога не верите. Иван, Александр Васильевич, ну а помните, что вы говорите? Александр Васильевич, будьте свидетельницей. Чего свидетельницей? Вы, священнослужитель, осмелились заявить мне, прихожанину, в моем доме. Что вы в Бога не верите. Когда? Ведь я же говорил о соблуждении юности. Бросьте, это не возвращается. Нет у вас Бога. Пустой вы человек. Синотский чиновник в России и больше ничего. Ха, ученый. Горох разводит. Он не верит в персик. Он ни во что не верит. Доброго здоровья, Иван Владимирович. Так, так, так. Да, да. И никакая ляса вас не спасет. Ну а теперь я тебя понял. Как ты зол, ты раб страстей своих и заблуждений. Ты ухнетаешь ближних. Я служу дальше. Кто ты? Почему при виде тебя мной всегда обладевает тоска, уныние, слабость? Я не буду чинить ваших часов. Вам не нужны часы. Ваше время не движется. Вы вечны, как косность. Оставьте меня. Иван Владимирович. Оставьте меня. Оставьте. Оставьте меня! Успокойся, Иван Владимирович. Хорошо. Я уйду. Успокойся. Уйду, Иван Владимирович. Успокойте ваши нервы, Иван Владимирович. С добрым утром вас. С добрыми вестями. Плюньте вы на них. Вы посмотрите, сколько корреспонденций. Вся почта гудит. Сегодня, Иван Владимирович, мы с вами побили прыс. Шестьдесят писем, шесть бандеролей и четыре заграничных. Во как. Да забирайте с сумкой вместе, все ваше. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вы волнуетесь. Да ведь все эти попы, купцы, исправники, поверьте, то есть, ей-богу, вот до сто лет доживут. И никто никогда не написал и не напишет им такого уважающего письма. Спасибо, 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 спасибо. Во, посмотрите, персия, видите? А вот Англия и Голландия. Видите, сейчас. О, Марка, давай какой. Красота. Вот дела. А вы волнуетесь из-за пустяков. Это не все. Тут еще Америка есть. Да ну. Есть. Где же она? Ага, вот. Барышня со свечой. Семена дальневосточные. Иван Владимирович, дозвольте поглядеть. Вот оно, Семушка. Ну, расти, расти, солнышко. Добро пожаловать. Посмотрим, чем ты нас порадуешь. Спасибо, Федор Кузьмич. Будет радость. Обязательно. К таким людям, как вы, радость должна прийти по закону. Спасибо, Кузьмич. И вам спасибо, господа. От всех добрых людей. Спасибо, Федор Кузьмич. Будьте здоровы. До свидания. Нет, Саша. До персика нам, видать, еще далеко. Да. Сколько же было этих сажентов, и ни один не вышел. Запиши. Дикая миндаль с персиком не скрещивается. Кто же виноват? Я ли? Персик ли? Конечно, я. Не хватает мастерства наблюдения. Продолжим. После долгих опытов с разными сортами, я пришел к заключению о необходимости создания промежуточного звена между персиком и миндалеком, который, обладая морозоустойчивостью, скрещивался без персика. Я получил его, наконец, от амигдалюса Монголика и амигдалюса Тельдиана. Саша! Да. Саша, смотри. Он уклонился, наконец, в сторону персика. Нет. Кажется, мы ошиблись. Проходили годы. Тесто стало в саду. Тысячи наблюдений громостились в уме. Требовали выводов, решений. Многие неожиданности волновали меня. Я, кажется, ничего не знаю. Не клевещи на себя. Ты знаешь больше всех. Нет. Я знаю лишь, что вот это все никуда не годится. Вот это я знаю. Ты с ума сошел. Ты помнишь, что иностранцы говорили? В мире подобного нет. Много не понимает вы иностранцы. Ну, конечно. У тебя все дураки невеста. Саша! И самому тебе никогда ничего не нравится. Саша, я прошу внимания, а не критики. Этот сад я решил перенести в другое место. Как? Ведь мы уже переносили. Значит, не туда перенесли. Придется еще раз. Что же мне делать, если не хватило прозорливости сообразить сразу? Почва-то жирна. Вот и получается не гибриды, а черт знает что. Борчуки все равно замерзнут. Куда переносить-то? В Донскую слободу. Согласна. Ну вот. Грязные. Самые чистые. Шершавые. Подлизываешь-то. Да, там чудесная почва. Песочки, овраги. Там водой заливает? Вот и хорошо. Там уж если выживет, так это будет дерево, а не гибридный борчук. А деньги? Ведь на одном хлебе сидим. Ваня, подумай. Я думаю. Думаю, думаю. Два года переносил я свой сад на желанную суровую почву. Это был большой труд. Сколько было выкопано ям, поднята тяжесть, сколько замешано грязи, поту провито. Об этом мы с женой вспоминали долгие годы потом, удивляясь признаться своей крепостью. Но не скоро пришлось нам порадоваться. Больше половины деревьев погибло при пересадке. Много саженцев пропало от весеннего наводнения. И хоть оставшиеся в живых питомцы окрылили нашу веру в победу, бедность начала стучаться в дверь. Тогда я отважился. Посоветовавшись с губернским инспектором земледелия, человеком умным и благородным, я обратился в министерство за помощью. В следующую комнату. Господин Митюрин, мы не можем вас субсидировать. Почему? У вас нет ссылок на авторитеты. Это не имеет прецедентов науки. Вот и хорошо. Теперь наука будет их иметь. Вы это и скажите кому-нибудь другому. Слушайте, это же позор. Какие гибриды? Что за гибриды? Вы же старый человек. Стыдитесь. Слушайте, кто вас ко мне направил? Меня направил тамбовский инспектор земледелия господин Марфин. Господин Марфин? Да, Марфин, академик Пашкевич, профессор Кичунов. Господин Марфин, вы освобождены от должности инспектора. За что? За вмешательство не в свои дела. Вы столько лет протаскиваете этого подозрительнейшего субъекта. Мало того, что он занимается черт знает чем. Вы хотите, чтобы он разводил этот разврат в природе на государственные субсидии? Так прикажете вас понимать? Надеюсь, вы не по делу Мичурина? Именно по делу Мичурина. Послушайте, что же это делается? А что именно? Вы прочтите, что о нем пишут за границей. Ведь это же крупнейший селекционер-оригинатор. Так. Селекционер-оригинатор. Первый в мире. Это же наша русская гордость. Прошу вас, не попрекайте меня гордостью. У меня тоже есть гордость, милостивый государь. Департамент пособий ему предлагал. Конечно, при условии принятия на себя опытов по нашей инициативе. Но он отказался. Он хочет... Он хочет заниматься наукой. Виноват. Уйдемте отсюда, господин Мичурин. Будь они прокляты. Прошу вас, не падайте духом. Кстати, приходите сегодня к академику Пашкевичу. Он очень просил вас. Подумаем. Встретим Новый год. Благодарю. Меня не только департаменты возмущают, господа. Но когда даже в Канаде, где вымерзли все вишни, осталась одна только Мичурина. Наша! Когда полземного шара получает, наконец, возможность плодоводства на новой научной, нашей, русской основе. Почему молчат некоторые жрецы, хранители мощей природы? Это ужасно. Да. Я возмущен бездушием департамента. Однако я хотел заметить, господа, что Мичурин, как не имеющий специального теоретического образования практик... И слава Богу! Почти все великие открытия сделаны такими. Я утверждаю, что практика Мичурина выше наших теоретических познаний. Она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности, от которой вы, Евгений Григорьевич, оторваны. Простите, я не согласен. Конечно, вам трудно признать его взгляды. Почему? Потому что в таком случае вы должны выкинуть полжизни своих трудов. Не думаю. Я просто считаю, что Мичурин несознательно, быть может, но, безусловно, противоречит Дарвину. Защитник Дарвина, Василий Васильевич. По-моему, Мичурин продолжает Дарвина. Дарвин объяснил эволюцию. А он хочет ее творить. Идет. Идет. И наш долг ему помочь. Господа, господин Мичурин, если Мичурин, вот ваши друзья. Господа, простите, опоздал. Господа, прошу вас, прошу вас, Новый год. А, господин Мичурин, тут из-за вас целое сражение. Прошу вас. Последние минуты девятнадцатого века. Вижу миллионы человеческих глаз, устремленных в грядущее. Двадцатый век. Что принесет он науке, России, человечеству? В эти минуты торжественных ожиданий обратим наши взоры к народу. А глянем в век минувший. Какую изумительную силу проявил русский народ, даже при наличии ужасающих условий. Гигант Пушкин, волшебный Глинка, Гоголь, Гребен, Герман, Гернышевский, Великий демократ, Действительная честь России. Тимирязев, Павлов, Менделеев, Гордость мировой науки. Наша русская гордость. Радостное от сознания обилие, Разнообразие талантов, Расчетных в России девятнадцатого века. За народ, За гений народа. Пусть же наступающий двадцатый век Несет нашей Родине Полный расцвет и свободу. Пусть воспрянет Россия На благо всему человечеству. Восмыслите, Изгнанники из кафедр, Из Родины, Гордые узники и пророки грядущих. С новым веком! Иван Владимирович, Ваши желания. Многие желания волнуют меня. То есть, одно желание я хотел бы сказать, Господа, именно для данного случая. Какое, просим, просим. Я хотел бы в этом веке В какой-то мере посягнуть на мировой порядок. Скромные желания. Девятнадцать веков нашей эры Наблюдает человек Таинственную изменчивость в природе. Под влиянием Изменчивых окружающих условий. Но если я восстану, так сказать, Восстану И создам Изменчивость в природе по своему желанию. Я имею в виду создание Запланированных наследственных изменений. Браво! 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 Искусство И все Все станет иным. Браво! 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 Для новогоднего спичи Это слишком Но для века Раз в сто лет Пожалуйста Это необычайно! Господин Вичурин А вы напишите книгу Которую взволновал И весь мир Ну так книги мне еще далеко Что вы? Вы знаете что говорит папа? Он сказал что вы создаете для человечества Новую науку земледельника Скажите Как вы пришли к этому? Откуда у вас это понимание? От отца и деда Я ведь выращиваю деревья с четырех лет Всю жизнь сижу на грядке И наблюдаю Иван Ах это ты Саша Вот странно Какой мне сейчас приснился странный сон Ну? Будто свадьба у нас И мы выдаем замуж дочку А она вишня Это ты думал что-то Потом слышу музыка 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 Потом как-то все Все меняется 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 Мы с тобой Смотрим Она не вишня А японская черемуха Ты думал что-то Нет-нет-нет-нет Подожди-подожди-подожди У нас что сейчас? Сегодня или завтра? Сегодня Ух ты Ага Так Ну что тебе? Что тебе? Что тебе? Иван Война объявлена Здравствуйте Иван Владимирович Очень важные вещи произошли в мире Подождите Подождите Сегодня впервые за 25 лет Вам нету писем Ага нет Как нет? Ни одного У меня словно Остановилось Кровообращение Жизни Здравствуйте Иван Владимирович Здравствуйте Какие вести? Худые Иван Владимирович Сын погиб в Карпатах Бедняга Как жаль Дочка захворала Уж я теперь не письма разношу Болезни да печали Значит я пошла навестить больную До свидания Значит ты пообедаешь без меня Что ты на меня так смотришь? У меня стеклянная голова Слушай Я отсутствие Поняла? Ну вы видели Федор Кузьмич Иди сюда Иди сюда Смотри А Видишь? Снова нет? Нет Значит все эти годы Пропали даром Как даром? Я ведь сказал нет А это очень много значит Милая моя Теперь я знаю Что мне нужно делать Ошибка Это хорошо Это очень хорошо Ведь тысячи тураков Вроде меня Годами повторяет ее От чего? От косности ума От вялости духа Какая сила инерции Заложена в человеке Вот они Южные Борчуки Вымерзли Клешеву А я вам говорил Иван Владимирович Помните? Ну не я говорил Вы говорили Ну Как же быть теперь? Я буду делать Новые деревья Совершенно новые Но ты мне это говоришь Уже десятки лет Но ведь ты согласна? Да Ну вот мне больше Ничего и не надо Природа Подумаешь Богиня красоты Не надо мне милости Я человек Саша Я буду сам создавать деревья Лучше природы Птицы летят Посмотрите Боже мой Довольно расточать Фемиан Все понял Все понял Все Так Так значит Я пошла Теперь только бы Хватило жизни Все понял Говорят В городе Холера Иван Владимирович Так Саша То что я тебе сейчас прочту Это почти закон Вот над чем билась моя мысль Запомни на всю жизнь Этот счастливейший наш день Я сейчас прочту тебе Саша Начало Слушай Мы живем В одном из этапов времени Безостановочного создания Природы новых форм Живых организмов Но поблизорукости Не замечаем Это Да Свойства пород Не передаются От поколения К поколению В неизменном виде Они формируются В каждом поколении Заново По мере развития От появления всходов До взрослого состояния Минуточку Минуточку Сашенька В голове у меня Такая ясность Так далеко Стал видеть Милая моя Ой, что ты Ну что ты Что ты Саша Тень-тень Нету доктора Уехали на ходу Как уехал Куда уехал Что у нас в саду Осень Воробят, показывают Я спрашиваю О птицах Птицы улетели Эх, Иван Владимирович Не уберегли мы Уйти Не шумите Хочу тишины Ну и хорошо Вот и лежи тихо Иван Помнишь, когда мы были молодыми Я всегда Об этом помнила Этим жила Помнишь, ты говорил мне Иван, где ты? Я здесь Ты видишь меня? Исчезает время Иван Пока не угас мой свет Вспомни слова Что говорил мне Я говорил тебе тогда Саша Саша, родная моя Я хочу сказать тебе Знаешь, Саня Я думаю Мы проживем всю жизнь Не так Совершенно иначе Мы будем двигать Нашу науку И превратим Всю землю в рай Нашу жалкую Ивую Да осиновую Россию Мы превратим В сад Такой прекрасный Какой никогда Не снился человечеству Ты слышишь, Саша Как бьется Мое сердце? Да Какой ты красивый Какая ты красивая И за всю нашу жизнь Саша Мы не скажем Друг другу Ни одного Неласкового слова Никогда 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 А вот вышли мы из мягких юношеских лет в суровое мужество. Много прекрасных движений растеряли на тернистых путях, и уже не поднять их, не возвратить никогда. Уже другие веления жизни волновали наши сердца, другие планы, заботы других. И я порой словно отсутствовал, был замкнут, сосредоточен, труден. Почему ты молчишь? Не спрашивай меня. Почему ты всегда молчишь, Иван? Я говорю, не спрашивай меня. Не кричи. Я не кричу, я стану. Я тебе мешаю, ты уже весь принадлежишь деревьям. Слушай, неужели непонятно тебе до сих пор, что они мои творения, и что чем дальше, тем больше я вижу, как все становится труднее и сложнее. Было время, ты говорил, как все просто и ясно. Что была молодость, цвет жизни и ее великий проплеск. А разве я тебя не люблю? Разве уже нет любви? Не нет, а пойми ты. Слушай, если здесь вот... Боже, какой трудный. Да, конечно. Если человек поставит себе целью жизни возвеличения своего народа средствами науки, трудный, тогда, конечно, да. Господи, когда же мы это поймем? Иван, скажи, что ты меня любишь. Саша, милая, повторяю тебе самые нежные, самые дорогие слова. Тысячи, тысячи раз достаю их со дна моря. Милая, любимая, дорогая моя, друг мой, подруга моя, голубка, тихая, что же нам делать? Прошли годы, истощается силы, приходится самим тянуть лямку. Трудна дорога. Трудна дорога. Трудна дорога. Александра Васильевна скончалась КОНЕЦ Напрасно вы его батюшка грозились от церкви отлучить, право напрасно Жена померла, пошли разговоры Что? Ей-богу, я даже боюсь, как бы конфуза не получилось То есть? Жаль, говорю, наливки у него, куда вашим? Ну, правда, характер у него сволочной Но ведь батюшка, на всех не угодишь Семён, Семён А может быть у него это наследственный, а, характер? Вы ведь батюшка за наследственность? И я хоть человек грубый, полицейский, а наследственность тоже признаю Простите, господа, профессор Карташов из Петербурга Честь имею представиться Из Петербурга? Очень рад Чем могу служить? Имею поручение от Академии наук к садоводу Мичурину Очень прошу вас, господа, не отказать С удовольствием, завтра мы вас к нему припроводим Очень вам благодарен, но я бы хотел... О, нет, 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 милости просим, обеденное время Прошу вас Благодарю вас, но я очень... Я очень прошу вас, господи... Ты же не обижайся главу города, батенька, хоть вы и ученый. Ничурин очень интересный человек, но не все дома. Нет, не скажите. Трудный человек, мало сказать. Да-да, трудный человек и, конечно, опасный. Черт его знает, ни с чем он не согласен. Решительно, с какой стороны к нему не подойди, все ему не так. Да ей-богу, господа, ну зачем? Был у него сад, так он его перенес на песок, на пустырь. Смеху на весь город. Ведь это же придумать надо. Ну и, естественно, половина сада пропала. Черт его знает, какая-то помощь Толстого, Кропоткина и Дарвина. Ужасно. Когда он проходит мимо нашего дома, я всегда ощущаю какие-то флюиды. Какая ужасающая степень гордыни. Саша, Саша. Профессор Карташо, прошу вас. Ну что? Видели? Ну что мне вам сказать? Я не понимаю этого человека, господа. Нет, не понимаю. Ну вот, что я вам говорил. Конечно, кое-что есть у него. Есть, говорите. Безусловно. Целый ряд опытов селекции и отдаленной гибридизации. Это, безусловно, заслуживает серьезнейшего внимания. Это обогащает садоводческую практику. Господа, теоретические претензии этого господина и та бесцеремонность, с которой он обращается с величайшими законами природы, это не поддается описанию. Ах ты, боже мой. Вот видите, я всегда говорил подозрительнейшее дело. Нет, господа. Я же говорил, что кое-что, безусловно, есть. Но при этом никакой научной базы, а сплошная вульгарная эмпирика. Пропадет человек. Господа, может быть, обязать его передать все это под огороды для военного госпиталя? Не в коем случае. Что? Да ну надо же как-то помочь ему исправиться. Еленский здравствуйте, как дела? Сердит. Что случилось? Ученый приезжал из Петербурга. Чуть до драки не дошло. Ах, ах. Тоже не могли лучшего ученого прислать. Ваши, говорит, деревья незаконно рожденные. Ах, негодяй. А он что? Выгнал. Потом заплакал, жалостно. Все жену вспоминал. Потом всю ночь писал. Ночь пишет, день на грядке. А толку что? Ну, душут растения и друг дружку на этом хлочке. Ну, мыслим или делом? А где же выход? Выход пришел для народа и для меня одновременно. Принесла его великая пролетарская революция. Здравствуйте, глубоко уважаемые и достопочтетные товарищи. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как великий ученый Дарвин доказал и разъяснил нам, как в борьбе за жизнь появились различные признаки у потомков общих родителей. Мы ближе к делу, товарищ. Что надо гражданину? То есть как, что надо? Во-первых, я пришел приветствовать победу революции. Во-вторых, я прошу сказать мне точно и ясно, будете ли вы оберегать мой питомник или нет? Конечно, будет! А смотри, а для кого оберегать. Варин нашелся. Чертучок вылинился. Я буду перестать. Здравствуйте, Владимир. Нет, позвольте. Я пережил здесь трех царей и физически согнулся в старой эпохе. 44 года я провел здесь на грядке. Я начал свой питомник на пустыре в поисках новых путей создания лучших плодов для России. И сейчас меня уже не интересует, будет питомник мой или нет. Лично он мне важен для пользы всенародной. Вот поэтому и сюртук наел, а не для тебя. Вы не волнуйтесь, Иван Владимирович, он у нас хороший, только сердце у него буйное. Степа, всю жизнь я вас мечтал. Агроном, сегодня мы его к вам помощником назначили. Ведь он же первый голову положит для того, чтобы сохранить ваш питомник для социализма. Вот это настоящий разговор. Если пролетарская революция призвала вас переделать мир, А это, несомненно, так и должно быть. Первое, что надо сделать, вести... Так вот, первое, что надо сделать, Вести во всех школах России преподавание селекции немедленно. Не успевающих, ленивых и врагов сада не принимать ни на какую работу. Больше того, запретить им жилиться. Это невозможно. Запрещаю. Через двадцать лет все города и села, лишенные садов, сжечь. Они не нужны в нашем государстве. Ничего. Пожалеете города. Это, пожалуй, всю страну сожжем. Ну, нельзя же так себя буквально понимать. Ну, пустим. Это, ну, действительно, пол России сожжем. Ну-ка. Спасибо. А ведь я ваш старый знакомый, Иван Владимирович. Помните американцев-то? Попробуйте. Так это я у вас сидел на дереве-то. Ай-яй-яй. Так это ты? Я. Терентий меня потом поймал, чай пил у вас. Помните? Ну, теперь сад пропал. Нет, Иван Владимирович, с тех пор даже у папа не кран. Пиши охранную грамоту. Готово. Еще вчера заготовили грамоту. Вот вам охранная грамота именем революции и приказ о содержании и расширении питомника. Профессора Карташова из Маслёва вам в помощь выписали. Кого? А вот это государственные субсидии на 250 тысяч рублей. Пока. Что? Сколько? 250 тысяч. Да ты с ума сошел. Отнеси назад. Слышишь? Отдай сейчас же назад. Отдай назад. Позвольте, позвольте. Перейдите, отдай назад. Отдай назад. Нашли дураков. Отдай назад. Не отдам. Перейдите, да ведь мы же запутаемся в отчетности и попадем под суд. Да не беспокойтесь, пожалуйста. Беспокойтесь, Иван Владимирович. Мы ваш сад выведем на историческую дорогу. Придадим ему государственный размах. Мы вынесем ваши сады на просторы полей, на площади. Пусть обновится земля, товарищи, и люди пусть останавливаются перед выдающимися деревьями с таким же затаённым дыханием, как перед знаменитыми картинами или статуями. Объясните мне, откуда вы? Кто вас научил этому пониманию? Ленин! Ленин! Вы, Иван Владимирович, и мой отец. Лесницкая. Ваш ученик из Алтая. Помните? Его теперь знаете, как там зовут? Алтайской Мичурин. Да что вы говорите? Да. А есть ещё сибирская Мичурин, украинская. Есть, я уверен, у каждого народа свой Мичурин. Так я рад, Иван Владимирович. Поздравляю. Благодарю вас. Доржусь вами. И я вас благодарю всю жизнь. Всё помню. И ваши заботы обо мне, и незабываемую встречу 20 века. 800 различных видов собрал здесь Иван Владимирович за долгие годы своего труда. 150 новых сортов создал к началу Великой Пролетарской Революции и отдал их на службу народу. От имени городского комитета Российской Коммунистической партии большевиков и из полкома совета рабочих и крестьянских депутатов, открывая эту первую выставку его трудов, преисполненные самых высоких и горячих чувств. Слово имеет Иван Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу всех присутствующих съесть по половине яблока номер один и при этом смотреть на меня. Иван Владимирович, это замечательное яблоко. Это вы и нас превращаете в детей. По-моему, в мире нет подобного плода. Согласен. И именно потому, что в мире подобного плода нет, и среди моих сортов он наиболее примечателен. Разрешите на нем остановиться поподробнее. Я полагаю, что каждый сознательный человек современности должен знать об этом. Каждый рабочий, крестьянин и каждый ученый. Вот его родители. Вот мать. Вот отец. И вот наследник. А почему родители маленькие, а яблоко большое? Сейчас. Мать южанка, прибыв к нам в континентальный серьезный климат, сразу же, конечно, зачахла на морозе и еле-еле плодоносила. Плоды редкие, мелкие, недоразвитые. В 1900 году я на ее цветы наношу пыльцу китайской яблони. Затревшие семена высеваются в ту же осень. Выясняется. Все сеянцы уклоняются в сторону матери. Лишь один выделяется точным развитием наружного габитуса. Беру, пересаживаю еще два раза. И на седьмом году получаю плод. Гибрид превосходного вкуса и величины. А почему? Да потому что при гибридизации передаются наследственные задатки не только отца и матери. Как это утверждают некоторые горе-теоретики. В гибридах складывается комбинация целой группы отдаленных родичей. Дедов, прадедов, прабабок и даже еще более отдаленных родичей по обеим линиям. Куда хотел. И пробуждаются к жизни они при гибридизации. Как при взрыве, проспав при этом целое столетие в скрытом состоянии. Причем, заметьте, все гибриды, полученные от скрещивания видов или разновидностей, далеких между собой и по местам родины, обладают наибольшей силой приспособления к условиям новой местности. Да, но это только начало биографии. В новом сорте появились и новые недоставки. Рано стали созревать. К концу августа появляется мучнистость, гниль. Тогда я ввожу в действие ментора. То есть прибиваю к нему, к нижним веткам, поближе к стволу, черенки другого старого сорта. А еще через несколько лет шесть черенков других зимних сортов. Как менялись плоды из года в год! Как они уплотнялись, тяжелели, набирались аромата, стали созревать все позже и позже! Это замечательная картина, товарищи! И новое дерево с комбинацией свойств ближайших трех производителей стало тучное! Ни зимних морозов, ни весенних ничего не боится! Не надо! Не надо! Не надо! Не волнуйте меня! Через пятнадцать лет я прибиваю его в крону взрослой двадцатилетней Антоновки! Полутора фунтовой! В результате огромная урожайность! Плоды, как видите, достигают предельного размера! Привкус Антоновки есть? Нет! Нет! Ах ты, вор, дегустатор! Все перепробовал! Нет привкуса Антоновки! Это значит, новый сорт выработал уже в себе полную устойчивость и не поддается вегетативному влиянию подвоя! Это классично, Иван Владимирович! Это огромно! Какая поразительная точность смысла! Это взаимность долгой любви и согласия! Я искусственно и тактично подставлял природе благоприятные условия к созданию нового сорта! И вот за это внимание, за преданность и постоянство прекрасная дама и пошла мне навстречу! Роман продолжался двадцать пять лет! Это очень увлекательный роман, Иван Владимирович! Только я боюсь, да? Ну, вы всегда чего-нибудь боитесь! Да! Да, то есть, нет, нет! Позвольте! Я хотел заметить, что это не имеет перспектив в эволюции, Иван Владимирович! То есть? Вы разрешите быть откровенным? Да! Мы просили бы вас... Не при публике! ...без народа! Вы, конечно, понимаете, Иван Владимирович, что все это исключительно серьезно! Вы, конечно, понимаете, что дело-то здесь не только в яблоке! Понятно, что яблоко – это, так сказать, некий символический плод древопознания! Почему символический? Кстати, не только это яблоко, есть еще! Есть, например, вполне реальный вегетативный гибрид яблони и груши! Яблони и груши? Да! Нет такого плода! Почему? Потому что этого быть не может! Да, но вы его держите в руке! Иван Владимирович, Иван Владимирович, Иван Владимирович, я вас не понимаю! А вы попробуйте! А я не могу пробовать того, чего нет! Простите, допустим, он есть! Но предположим, что эта случайная модификация могла возникнуть! Случайная модификация! Минуточку, минуточку! Да, я допускаю! Но вот выводы, Иван Владимирович, которые вы делаете публично, это, извините меня, зачем вы прячете меня? Позвольте, Иван Владимирович, позвольте, позвольте! Зачем вы отгораживаете меня от мира в саду? Я вас спрашиваю! Позвольте, Иван Владимирович! До каких пор вы будете замалчивать мой труд? Кто вас замалчивает? Мы признаем гибридизацию! Межведовую и даже межродовую! Признаем некое влияние открытого вами ментора! Да, но вы сказали... Я сказал без публики, чтобы не шокировать вас, как великого садовода, что вегетативная гибридизация не имеет перспектив в эволюции! Эти случайно приобретенные новые качества, они не наследственные... Не случайные, а задуманные и созданные мной в условиях новой среды! Вы заблуждаетесь! Организм в своем развитии автономен от условий жизни! Да, 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 да! Иван Владимирович, условимся, причины изменчивости наследственности непостижимы! Неправда! Иван Владимирович, генные и хромозомные мутации возникают случайно! Не случайно! И направление мутационного процесса также случайно! Так же случайно! Поймите вы! Дело, конечно, не в яблоке, а в науке! Надо же с этим считаться, Иван Владимирович! Дело в революционном землетелии и в животноводстве! В винограде и пшенице под Москвой! В народном богатстве! Вы уклоняетесь от темы! Вы упрощаете! Нет! Это не научный разговор! Нет, это научный разговор! И кому кажется, как не биологии, пора бы сойти с пьедестала на землю и заговорить языком народа! А не путаться в тумане случайно, непосеживо! Какая это наука? К чёрту такую науку! О-о-о! Знаете, Владимир Владимирович! Иван Владимирович, не угнетайте меня! Не делайте меня несчастным! Да-да-да, хорошо-хорошо! Только знайте, от этого вам не уйти! Придётся отведать! И чем позже, тем горше покажется вам его вкус! Нет, никогда! Отведайте, да ещё при народе! Перед всей страной! Прошу, оставьте меня! Учёные! Не видят, что организм и условия его жизни составляют единство! Хм, не понимают! Неужели они считают, что все 300 тысяч видов растений создались единственными припосредствии наследственной передачи свойств производителей? Что это? Близору, костерии, странные люди! Довольно! Я больше так не могу! Высылайте куда хотите! Не кричите! Я не кричу! Я расширяю участок! Я в действии увеличиваю сад! Я достаю деньги! Я придаю делу государственный размах! И что? Ну что? Организую выставку в Москве! Пишу доклад в Совнарком! Совнарком запрашивает область! Я прошу его немедленно выехать в Москву! Он отказался ехать! Сумасшедший! Я садил! Факт, товарищи, факт! Я же его ввожу в сад на историческую дорогу! Товарищи! Чего кричите? Он болен! Дорогой товарищ Ленин! Я был бы счастлив к вам приехать! Но, увы, я не приеду к вам! Я опоздал! Я стар и слаб уже! А недоделанного так много, что я уже не в силах оторваться! Меня держат на грядке мои убогие произведения вот уже полстолетия! Да и какой я докладчик? Написал докладчик? Пиши, какой докладчик! Будьте здоровы и благополучны! Приезжайте ко мне в сад отдохнуть и подумать о будущем человечества! Ваш Мичурин! Всему есть предел, товарищи! На такие морозы не рассчитаны опыты! Это же не мороз! Это огонь! Уж подлинно огонь! Таких морозов, ну, пожалуй, во всем мире не сыщешь! Он велел зарыть поглубже хоть одну грядку сеянцев и накрыть их соломой! Хоть бы ученые-то чего-нибудь придумали! Подолвают! Всякие глупости, дармоеды! Гляди! Иван Владимирович! Иван Владимирович! Что вы делаете? Вы же дали слова не выходить! Наденьте шапку! Снимите шапки! Что случилось? Все снимите шапки! Ленин умер! Ленина нет! Ленина нет! Как же он не мир! Ученый! Да что же это вы? За свою жизнь он принес человечеству больше добра, чем все великие люди мира за десять столетий! Не придет в наш сад великой мечтатель! Слушайте, товарищи мои! Во имя и в честь бессмертного человека, который вывел нашу страну на первое место в истории, который нас открыл, продолжим его дело. Пусть же пребудет он вместе с нами в цвету вечно живой, как жива земля и народ, породивший его в бесконечном восхождении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Корректор И вы это сказали своим студентам С таким оттенком Как будто вы приехали не ко мне, а керебе в нас в академии говорят Что вы талантливейший Великий садовод и эмпирик Мне всё равно, что вы там болтаете Я хочу сказать, что я ничего здесь не усматриваю обидного Вы действительно талантливейший эмпирик, детективист А вы канцелярист Вы не оскорбляйте меня Ведь нас могут услышать Не беспокойтесь, здесь только пчёлы, но они заняты делом У меня здесь были ученые, они не цепляли ярлыков, они шапки снимали у меня в саду, а вы отравляете студентов долговлей. Позвольте, позвольте, я читаю курс генетики. Знаю. Читал с состраданием ваше сочинение, полное жалких заблуждений, на которые обрекло вас ничтожество практических знаний. Не забывайте, что студенты, сыновья, рабочих и крестьян, что они призваны перестроить земледелие революционными темпами, а не плести столетия с вашим поэтическим сюсюканем, природа неизменна. Никто не говорит, она неизменна. Я говорю, что изменения ее не предвидены. Вот-вот, для дипломированных ротозеев. Вы думаете, этот цветок яблони существует вечно? Чепуха. Измените условия, и это яблони через тысячу лет превратится в сливу или во что-нибудь другое. Хотите, я изменю ее в пять лет? Это невозможно. Это я слышал от священнослужителей. Я Дарвину служу, а не церкви. А я служу народу. Для вас Дарвин бог, а для меня приказ к действию. Поэтому я его продолжатель. А вы их невенец. Заслуженный их невенец дарвинизма. Черт, сразу поделись. Как вы злы. Я никак не думал, что единение с природой так ожесточило вас. Не единение, а борьба с чужими учками и любителями вроде вас. Чего вы ко мне ездите? Что вас тянет ко мне? Я же честно... Оставьте, потому что все партийное, народное, передовое всех республик, все тянется в мой сад. Подождите, еще студенты бросят вас через неделю. Вы слишком много на себя берете. Да, я продолжатель Дарвина в советском государстве взял на себя много. Я не обожатель канонов природы. Я твоец. Все, диспут окончен. Благодарю вас. Я думаю, что мы будем говорить с вами, как у ученых с ученым. А все то, что вы мне сказали, и вся ваша запальчивость, и вся ваша нетерпимость, Иван Владимирович, игнорирующие всякие научные мнения. Не всякие. Не всякие. Не всякие научные мнения. К сожалению, листы и раз говорили мне, что все ваши гениальные эксперименты... Иван Владимирович, никого не принимают. Иван Владимирович, к нам приехал председатель в ЦИК, товарищ Калинин Михаил Иванович. Да что вы говорите? Вот он идет сюда. Боже мой, ну что вы со мной делаете? КОНЕЦ Ну, в самом деле, Иван Владимирович, представим себе, что каждый наш земледелец вырастил два плодовых дерева. Вот-вот. Одно для себя, другое для воображаемого городского товарища, лишенного счастья возделывания земли. Это значит 200 миллионов фруктовых деревьев. Через 15 лет это полмиллиарда. Да, это проблема питания. Питания, пейзажа, климата, высокой эстетики, если хотите. Да, великое вы дело делаете, Иван Владимирович. Я представляю, как расцветут лучшие качества нашего народа при нашем воспитании. Как смягчатся нравы, облагородятся характеры, грандиознейшая картина. Товарищ Сталин говорит, мы вплотную подошли к новой форме земледелия, социалистической. Запомните, Иван Владимирович, в колхозах и совхозах все великое будущее нашего естествознания. Да, пришло мое время. Прошу вас, Михаил Владимирович. Создать полосы садов в степях, вынести науку на поля. Народ! Вы представляете, что это будет? Да. Это значит вооружить народ на борьбу за полное изобилие. Совершенно верно. И это будет. Да, не будет уже нас с вами, но это будет. Это уничтожит засуху, не урожай. Жаль, что подлинные знания приходят поздно. И много времени утекло на ошибки, ведь что бы уже было... Ничего, Иван Владимирович. Мы вам все дадим. Вы только скажите, что вам нужно. Пятьдесят лет жизни. Нет, дорогой мой. Нет, знаю, знаю. Но я уверен, что именно благодаря вам, Иван Владимирович, наши внуки по-другому будут разговаривать на эту тему. Это фаустовская вечная тема. И вы ее решаете. Верю, мы с вами ее решаем. Судьбы народов решаются прежде всего и главным образом миллионными массами трудящихся. Рабочие, крестьяне, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир. Вот кто настоящие герои и творцы новой жизни. Есть два пути. Путь вперед к социализму и путь назад к капитализму. Третьего пути нет. Великие слова. Великие события. Крестьянство стало на колхозной путь. В историю земледелия вступают новые силы, полные иного, высокого смысла. Это уже не просто земледелие. Это государственная деятельность миллионов. Колхозная, преобразовательная, опытная, предрассветная наша заря. Каким же блистательно ярким и радостным будет грядущий наш день. Садовники Отечества, я отправляю вас в путь в необычайное время. Вчера я слушал программу преобразования мира. Я преклоняюсь перед этой программой, перед ее великим автором и исполнителем. Сбывается мечта моей жизни. Но, комсомольцы, я уже старый. И я понял, что человеческой жизни не хватает даже на то, чтобы проследить судьбу двух-трех генераций сеянцев до их плодоношения. В вашей юности я вижу свое продолжение. Я множусь в вас. И в вашем множестве матья надежда. Добрый путь. Запомните. Каждому колхозу сад. По нашему методу лучший. В степях полосы садов и ягод. Инструктируйте энтузиастов-селекционеров. Организовывайте опытные станции. Да поближе к народу. К колхозу. Да наблюдайте. Да прислушивайтесь. Там творятся огромные дела. Все пересмотрите. Стефи, горы, леса. Стефи, горы, леса. Расцвел мой сад. С тех пор, как Великий Ленин вспомнил обо мне, вся моя жизнь и труд все переменилось. Расширились владения мои. Селекционеры, генетики, биологи, агрохимики, бочвоведы всех республик заполнили лаборатории питомники мои. Всенародное дело мое приобрело невиданный размах. Город превратился в столицу научного садоводства. Вырос научно-исследовательский институт. В поход за новыми растениями пошли энтузиасты. Двинулись послушные растения мои за полярный круг, где никогда ничего не росло, кроме муков и лишайников. Далекий Казахстан, Сибирь, субтропики, Алтай, край моего сердца, Дон, Украина. Широко раскрылась карта растений, задуманных мной. Естествознание пришло на безграничные колхозные поля. Пройдет немного времени. Пшеницы памяти Ленина станут под Москвою, каких история не знала. Урожаи учеников моих взволнуют мир и станет народ побеждать время и вызывать в жизнь существа будущего, которым надо было прождать еще долгие столетия медленной эволюции до появления на свет. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Владимир! Собирайтесь, учитель, пора! Всегда готов! Хорошие слова! Народу! В площади, улицы, театр! Весь Союз Республик! Пионеры Севера и Восток приветствуют вас! Ученые! Судовоны, художники, пенсы! Когда мы увидели эту армию, мы поняли, как огромен ваш мир. Иван Владимирович, город переименован вашим именем! Мичурин! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как вам не стыдно? Ну, ну, как вам не стыдно? Сталин приветствует вас от всей великой сталинской души! Так и написал. От души приветствую вас, Иван Владимирович, в связи с 60-летием вашей плодотворной работы на пользу нашей великой Родины. Желаю вам здоровья и новых успехов в деле преобразования и плодоводства. Крепко жму руку Сталин! АПЛОДИСМЕНТЫ Город Мичурин, столица русской садоводческой науки! Как вы счастливы, Иван Владимирович! АПЛОДИСМЕНТЫ За все 80 лет моей жизни! Она дороже мне всяких иных похвал. Я счастлив вашим великим вниманием. Ну, что ж, хорошо. Очень хорошо. Ага, так, так. Хорошо. Ничуринск, говорите, Ничуринск, Иван Владимирович, столица советской садоводческой науки! Интересно. Ну, что ж, ладно. Спасибо, то есть. Пойду. Обязательно пойду. Посмотреть, что за город такой. Никогда не видал. Закурсенный, очевидно. Я не городист. Ну, что вы, чудесный город, Иван Владимирович! Вы скорее собирайся, Иван Владимирович. Куда мне торопиться, дети? Вас будут честовать. Счастливие покинуло меня. Народ вас хочет видеть, Иван Владимирович. Народ? Понимаю. Иду. Где зеркало? Дайте. Стул. Господи. Как я ненавижу эти морщины. Как это некрасиво. Неправда. Ужасно. Это прекрасно. Все бы отдал. Академии. Звания. Город самый лучший в мире, А не то, что Козлов. И весь этот почет. Вернуть бы мне хоть двадцать коней вороных. Нет. Не вернуться кони. А сколько еще не доделано, Сколько совсем не понято. Мичурец, говорите? Ну что ж, Пусть будет. КОНЕЦ Благословен труд народа и благословенные имена, приведшие меня на трибуну, Ленин и Сталин. Великие люди, я действую с вами в великое время. И частицу вашего бессмертия принял на себя. Сбывается мечта народа. Сбывается моя мечта. Вижу будущее Родины. В цвету и говорю, я счастлив. Вперед, современники! Пусть превратится в сад советская наша земля. Пусть украсит она человечество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова